Сегодня в выпуске «Больше, чем спорт» мы подводим итоги вторых европейских игр. Боксеры, легкоатлеты, грибцы и акробаты – главные герои этой программы. Они расскажут, каково им было выступать на домашних аренах и что запомнилось больше всего. Поехали! Отбор был очень жестким, у нас хорошие соперники. Такого раньше не было, именно в дуэте. Ну, это, конечно, мега-поддержка, такого я не видел нигде. Приятно, надо поддерживать ларк-клуба, показывая, что вы лучшие. Ощущение, что у нас все получилось, что звезды на небе все сошлись – это непередаваемое ощущение. Меня пока еще никто не видел, потому что я особо на улицу не высовываюсь, потому что еще не зажили раны у меня. Я запомнила, что взяли медаль. Ну, европейские игры прошли более чем успешно для нашей команды, я бы сказала. Во-первых, то, что уже европейские игры в Беларуси, мне кажется, это сильно мы высокую планку поставили. Одним из первых белорусов, кому удалось выиграть медаль вторых европейских игр, стал гомельский акробат Артур Беляков. Воспитанник спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 4 в паре с брещанкой Ольгой Мельник завоевал золото и две бронзы. Само присутствие в заявке смешанной пары для многих оказалось сюрпризом. Спортсмены тем временем были настроены серьезно. В итоге Артур вместе с Ольгой сумели выиграть балансовые упражнения, не стать третьими в динамических упражнениях и многоборье. Кстати, Артуру и Ольге не раз предлагали уйти работать в престижный цирк, но они остались, чтобы выиграть вторые европейские игры. Отбор был очень жестким. У нас хорошие соперники, смешанная пара из Минска. Мы с ними очень давно уже конкурируем. И так бок о бок прошли и этапы Кубка мира, и белорусские соревнования. Но мы со всем справились. Это не было резкостью, это было постепенно. Мы как бы хорошо проходили все отборочные соревнования. Мы в принципе понимали, что мы поедем, что мы осознавали это. Конечно, все могло поменяться. Но мы удержали эту планку и справились с задачей. Спортсмены не ожидали, что их смешанная пара выиграет. Им казалось, что победу они уступят представителям России. Но белорусы оказались артистичнее, и заветное золото досталось им. Артур отмечает, что выступать помогала и поддержка болельщиков. За победителей болели в Гомеле и Бресте. В день их выступлений поддержать пару приехали тренер и хореограф Артура, а также друзья и родители Ольги. Ну это, конечно, мега поддержка. Такого я не видел нигде. Это даже... Вот я был в Китае, да, можете представить, чемпионат мира в Китае. И там было очень много зрителей, очень много. Тоже большая трибуна наравне где-то с Минской ареной. Вот. И все равно там не было такого, как было в Минске. Просто оглушало. Конечно же, мы планировали медали. К ним прошли большой путь. Сделали все возможное и невозможное, но о золоте мы только мечтали. Поэтому для нас это просто прекрасный результат. И глядя на соревнования, на участников, на эти программы, мое мнение, что у них была возможность иметь медали выше достоинством. То есть две медали бронзовые, они могли быть минимум серебряными. И я считаю, что немножко им не хватило волнения. Особенно в третий день, когда это были заключительные выходы на ковер. Ночь после золотой медали это тоже нужно уметь пережить. Артур родился и вырос в Гомеле. С детства был в спорте. Его мама профессионально занималась батутом. В шесть лет спортсмен пришел в секцию по гимнастике. Правда, ненадолго. Мальчик очень быстро рос и вскоре оказался в акробатике. Когда он только появился в школе, он был очень подвижный ребенок. Занимался спортивной гимнастикой в платной группе. У него всегда горели глаза. Я видела этого ученика, работая на другом отделении. Он всегда подбегал к тренеру и спрашивал, а как у меня получилось, как у меня получилось. То есть он не только старался делать, но и хотел слышать оценку тренера. Он работал у меня хореографию вместе с девочками. У него очень хорошая амплитуда, растяжка. У него очень красивый прыжок, баллон. Он легкий и такой с большой амплитудой, как в художественной гимнастике. Поэтому это мы используем в композициях. Не все это делают спортсмены-мужчины. Поэтому это его как бы такое плюсовое качество, которым мы пользуемся в композициях. Я буквально попробовал разок в четверке. Это совсем юношеский уровень, но это не мое. Мне, видно, нравится, когда больше все-таки фокус на нас, когда на двоих. Но это самый сложный вид, на самом деле. Один из самых сложных. Ну, четверки, конечно, поспорят, да. Но это один из самых сложных видов спорта. Когда встал выбор, продолжать тренировки на высоком уровне или нет, родители отговаривали Артура. Аргументировали тем, что нужно уходить в шоу. Но спортсмен настоял на своем и не пожалел. Первая мысль – это все-таки уровень соревнований. Да, это все-таки первый раз у нас такой именно олимпийский, можно сказать. Потому что некоторые говорят, что это не олимпийские европейские игры. Но я бы с этим поспорил, хотя бы даже потому, что насколько комитеты олимпийские включены. Да ты даже любую форму посмотришь, у тебя белорус и олимпийские кольца. Так что я бы со всеми очень даже поспорил, что это не олимпийские игры. Уровень, на самом деле, очень близок. Подготовкой акробатической пары занимается профессиональная бригада. Два хореографа и два тренера. С Артуром работают в Гомеле, с Ольгой – в Бресте. Это самое сложное для акробатов. Периодически спортсмены приезжают тренироваться на площадке друг к другу. Встречаются и на сборах. К медалям вторых европейских игр готовились долго и упорно. Когда уезжаешь на месяц в Брест, это не родные, не дом. Ты всего лишаешься. Но в этом на самом деле есть и плюс. Плюс какой? Плюс в том, что ты не отвлекаешься. Это тоже как сборы получается. Когда ты в Гомеле, у тебя есть какие-то с друзьями сходить, туда сходить, туда сходить. А в Бресте ты жестко тренируешься. Так что надо извлекать плюсы с любой даже непростой ситуацией. Получилось всего за 4 года собрать двух спортсменов, которые были очень настроены на результат. Они мечтали остаться в спорте и бороться, и выходить на высокий уровень. Оба. И Оля, и Артур. Они себя не мыслили без акробатики. Мы перезванивались. Все моменты, которые у нас возникали, мы все обсуждали. Принимали общие решения. То есть работаем все в тендеме. Победить спортсменов России в этом виде спорта, это такого раньше не было. Именно в дуэте. Тогда, когда смешанная пара работает. И победить очень достойно. Параллельно с выступлениями Артур отучился в Гомельском университете имени Франциска Скорины. Там же окончил магистратуру. Ближайшие планы спортсмена – отдохнуть. Как отмечает акробат, отпуска у них не было уже полтора года. Затем Артур и Ольга начнут подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в Израиле. В планах завоевать награды. Однако медаль – это не главная мечта нашего героя. Для меня мечты – это некое соединение здоровья, реализации, ну и, возможно, любовь. Ну, три в одном. Так что это не конкретно что-то одно. Если вы, наверное, ждали ответа – медаль первая с чемпионата мира. Мечтать надо шире. В программе вторых европейских игр было всего два игровых вида спорта. Это пляжный футбол и баскетбол три на три. И оба они сулили белорусам медали. В баскетболе три на три национальные команды появились менее года назад. Формировались они из тех, кто не был задействован при подготовке команд по традиционному баскетболу. Формат три на три дал спортсменам второй шанс, и они вцепились в него мертвой хваткой. В Беларуси пока нет профессиональных игроков в стритбол, но при этом все из состава сборной заслужили право там находиться. На протяжении всего сезона и сыгранных турниров каждый из баскетболистов внес вклад в нынешний успех. Один из таких ребят – уроженец Гомеля, ныне игрок столичных цмоков Андрей Рогозенко. Пару ошибок было, но, я думаю, немного везения не хватило. Может, чуть-чуть совсем. Так были близкие, да. Я не чувствовал такого давления, что мы первые начинаем. Просто играли в свою игру, не обращали внимания на это. Старались на лишнее не обращать внимания, просто играть в свой баскетбол. Как отмечает тренер сборной по стритболу Дмитрий Колтунов, Андрей Рогозенко вносит в игру необходимую толику нахальства и вызова. Но при этом он практически никогда не поддается эмоциям, что нередко выводит соперников из себя. На площадке спортсмен выкладывается в защите, забивает свое в атаки и ищет выход из любой ситуации. Болельщики поддерживали очень сильно. Ты играешь, эмоции. Когда вот момент, ты думаешь, что все, сейчас провал, а энергия болельщиков помогает тебе, и ты двигаешься вперед и побеждаешь в сложных матчах. Не верилось просто, что мы выиграли медаль из первой такой, в таком виде спорта. Это было очень сильно. Горжусь тем, что не только я как папа, но и как тренер его, первый тренер, переживал, болел на всяких играх. Эмоции просто перевыполняли внутри. Это же не только медаль, это и гордость за нашу школу, за дворец игры, за город, за область, что эта медаль досталась для всей нашей области. После победы Андрей приехал в Гомель, чтобы повидаться с родными и провести небольшой мастер-класс для начинающих баскетболисток. Своим опытом делился с учениками школы, в которой учился сам. Сейчас здесь три баскетбольных класса. Болела за команду, хотела, чтобы они выиграли. Переживала я сильно, так как боялась, что они могут проиграть и за третье место. Стали они бронзовыми призерами, они этого заслужили. Мне понравился последний матч, там были очень захватывающие эмоции. Очень понравился Андрея Газенко, он очень хорошо играет, расспасывает мячи, бросок очень хороший, такой мягкий. Смотрела я игры Андрея, переживала, переживала, когда они проиграли за первое место, но верила, что они выиграют за третье. Всегда хотела играть, как он, так побеждать, как он побеждает. Что-то так же радовались за меня, как за него сейчас радуются. После разговора с начинающими спортсменками Андрей Рогозенко показал, как успешно забрасывать мяч в кольцо, мне дал несколько ценных советов. Внимательно на тренировках работать, делать все, что говорит вам тренер. Смотреть игры других игроков и следить за ними. Евролига, женский чемпионат, следить за игроками сборной, как они работают и сразу брать у них что-то. Кстати, Андрей участвовал и в первом чемпионате Европы по стритболу. Тогда белорусская сборная остановилась в шаге от пьедестала и стала четвертой. За играми и чемпионаты, и европеады внимательно следил отец спортсмена Анатолий Рогозенко. Именно он когда-то привел сына в баскетбол. Ему передались хорошие качества, которые я вижу, это трудолюбие, желание быть первым, я всегда учу. Работать, есть два пути, или работать, или не работать, 50 на 50 не бывает. Поэтому потом выбирать сюда первый, работать с полной отдачей. И идти к цели, я ему всегда должен быть первым. Ну, естественно, и баскетбол игровая, командная игра. И здесь не только одного зависит, зависит от командной игры. Поэтому я думаю, что у них сплотилась хорошая команда. И не только здесь, и в смоках, и где они друг друга понимают, и этим самым достигают хороших результатов. Андрей был настолько воспитанным ребенком и настолько порядочным, что, говоря про этого ученика, хочется только вспоминать самое доброе, теплое и положительное. Он был приучен работать в команде уже с юношеских лет. Уже тогда было видно, что это человек, умеющий находиться и в коллективе, и общаться с другими ребятами, людьми. Что очень нравилось у Андрея, он не только уделял внимание тренировкам, но еще и качественно относился к учебному процессу. От него никогда не было слышно слов, что я не хочу, я не буду, я устал. Это не про него сказано. Ставил цели. И планово, постепенно и поэтапно он шел к этим целям. В детстве Андрей ездил на соревнования вместе с мамой и папой. Они оба тренеры по баскетболу. Со временем мальчишке понравилось, и он начал заниматься. Первые шаги в этом виде спорта делал под руководством папы в средней школе номер 60. В девятом классе баскетболист уехал покорять столицу. Сейчас выступает в составе минских цмоков. Надо поддерживать свою марку клуба, доказывать, что мы лучшие и первые в стране, что нет для нас, конкурентов в стране. В ближайших планах у спортсмена учеба. Андрей студент ГГУ имени Франциска Скорины. Домой баскетболист приехал всего на один день. После он вернется в Минск, чтобы продолжить тренировки в составе цмоков. У сборной Беларуси по легкой атлетике серебро вторых европейских игр. Финал командных соревнований получился драматичным, интригующим и эмоциональным. Он не разочаровал ни болельщиков, ни спортсменов. В составе сборной нашей страны выступала и гомельчанка Юлия Костючкова. О том, чтобы собрать на Динамо аншлаг, легкоатлеты мечтали с того самого момента, как арена открыла двери после реконструкции. Все сомневались, способна ли королева спорта завоевать сердца белорусов. Финал вторых европейских игр показал – все реально. Атмосфера была на европейских играх нереально крутая. То есть было очень много зрителей. То есть поддержка для Беларуси была очень огромная. Поэтому нас это более как-то подстегивало на более быстрые результаты. Все было классно. Главный тренер команды Юрий Моисевич перед началом соревнований не скрывал удивленного удовлетворения. Представляете, у меня сегодня на входе спрашивали лишний билетик. Похоже, мечты сбываются. О причинах аншлага догадаться несложно. Шесть медалей, завоеванных белорусскими легкоатлетами в первый день соревнований, выглядели с серьезной заявкой на командный успех. И ребята сделали для этого все возможное. Если брать итог командной борьбы, то будем считать, что даже очень успешно. Потому что все-таки серебро – это достойный результат такой. Но и тут спасибо всей команде. Потому что были явные лидеры, которые сработали очень сильно, которые тянули команду к этой медали. Но где-то были чуть послабее ребята, которые тоже сражались до последнего. И в итоге пришли к этой медали. Молодцы. Что касается, допустим, личных забегов Юлиных, то на тот тур, на который мы должны были выйти, мы, в принципе, вышли. Может быть, где-то чуть-чуть могла бы добавить в каких-то параметрах. Может быть, немножко чуть-чуть в каком-то результате на 400 метров сходу, когда она бежала на эту эстафету. Мы планировали, она это сделала. Но всегда же хочется быстрее. В новом формате легкой атлетики эстафеты оказались решающим эпизодом. Ошибка на любом из отдельных видов была бы чревата потерей очков. Заявляли в команду спортсменов, для которых дистанции 400 или 800 метров непрофильные. Но все к подготовке отнеслись очень серьезно. Прониклись и осознали – старт важный. Не только с точки зрения результатов, но и потому, что позволяет завоевать авторитет и позиции в новом разделе легкой атлетики. Это очень важно для сборной и для страны. Мы судим свой национальный чемпионат, да, страны своей. Так смотришь на своих спортсменов, думаешь, а как посмотреть в соперничестве с другими спортсменами из других стран. И когда вот сейчас посмотрели, это, ну, дорогого стоит вся страна. Это, я думаю, следило за легкой атлетикой, потому что довольно-таки красивый вид спорта. И чуть-чуть не хватило нам до золота. То есть, ну, это было, если кто-то смотрел вот эту последнюю эстафету Ханг, где разыгрывалось золото, то есть совсем немного мы проиграли в Украине. Тренер спортсменки отмечает, что Юля может бегать гораздо быстрее. Сейчас легкой атлетка начала подготовку к командному чемпионату Европы. Далее в планах завоевать лицензию на Олимпиаду 2020, которая пройдет в Токио. Там сейчас, конечно, очень все сложно, нормативы все ужесточили. То есть их усилили на очень много добавка произошла в техническом результате. Поэтому уже само попадание будет на Олимпийские игры, это, ну, как сказать, на фоне прошлых лет более значимо, более весомое. Насколько это вероятно, ну, всегда хочется. Я думаю, что возможность и желание у них появится еще. Как сработает вся четверка вот этих девочек, ну, четверка, может быть, пятерка, там кто-то еще добавится. Ну, трудно сказать, но тенденция к росту результатов есть. Еще один серебряный призер вторых европейских игр – боксер Владислав Смягликов. На Европеаде он дошел до финала, где уступил россиянину Муслиму Гаджи Магомедову. Поединок получился ярким. Ни один боксер не хотел уступать. Смягликову не хватило физической подготовки. Спортсмен не успел восстановить свои силы перед финалом и, как результат, проиграл. Соперники всегда тяжелые, ну, настраивался, выходил, то есть, готовились к этому, то есть, боролись со всем. То есть, установки какие-то были тренерские, все выполняли. Ну, я не скажу, что все, ну, кто-то был конкретно сложнее. Каждый поединок был тяжелый, потому что, начиная от первого, то есть, ну, до последнего. Очень важно было не проиграть первый поединок. Начал, потом второй бой уже за, ну, за выход в полуфинал. То есть, тоже важно. И вот так каждый бой, и ты постоянно на каком-то, ну, на волнении, на стрессе. Тем временем медальная полка боксера Владислава Смягликова пополнилась серебряной наградой. Несмотря на проигранный финал, такой результат можно считать суперуспешным. Уроженец Добруша, который только в 17 лет впервые пришел в секцию бокса, всего за 9 лет преодолел путь от начинающего спортсмена до серебряного призера чемпионата Европы и европейских игр. На пути к финалу в соперниках у белоруса были топовые боксеры вроде британца Шевана Кларка. Этот бой получился самым тяжелым и энергозатратным. В общем, на вторых европейских играх уроженец Гомельщины выложился полностью. Старался в каждом бою отдавать всего себя. Одного дня на полноценное восстановление после встречи с британцем Смягликову не хватило. Этот фактор и сыграл определяющую роль в финале. Россиянин Муслим Гаджи Магомедов выиграл в первую очередь за счет лучшей физической готовности, а не тактики. С первой секунды боя он показал и до последней, но и здесь же, опять же, проявил свои самые лучшие качества. Немножко даже больше, чем нужно там и в технико-тактическом мастерстве, и в морально-волевых качествах. Несмотря на то, что он высокого роста, он прочувствовал то, что он может выиграть именно в ближнем бою. Надо быть ярче, надо быть и в этой сфере боя более убедительным. Он смог выиграть, одержал победу и тем самым принес для страны серебряную медаль, как минимум, и финал. После боя Влад рассказал, что отдал всего себя этим соревнованиям и поблагодарил всех причастных за организацию вторых европейских игр. После подошел к трибуне, где сидела его персональная армия болельщиков из Добруша. Поддержать Смягликова из его родного райцентра приехало более 30 человек. Меня пока еще никто не видел, потому что я особо на улицу не высовываюсь, потому что немного еще не зажили раны у меня. Ну, конечно, узнают, друзья, близкие, соседи все переживали, болели. Соседи меня уже видели, то есть с окон вылазили, там махали, молодец, там мы тебя поддерживали. То есть это очень приятно. Сейчас Владислав Смягликов взял небольшую паузу, после которой продолжит готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Екатеринбурге. А дальше будет бороться за лицензию на Олимпийские игры в Токио. Самым медальным видом спорта стала гребля. Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках Эканоя Владимир Шантарович, Ольгу Худенко и Марину Литвинчук называют главными надеждами на предстоящей Олимпиаде. И на вторых европейских играх девушки наглядно показали, почему. В первый день финалов они вдвоем выиграли заезд на 500 метров. На следующий день Ольга Худенко победила в заезде одиночниц на полкилометра. А затем Литвинчук устроила настоящий марафон. Бронза в паре с Худенко на дистанции 200 метров. Серебро в составе байдарки четверки вместе с Худенко, Попок и Махневой. И блестящая победа в изматывающей пятикилометровой гонке лодок-одиночек. Ни с одним стартом не сравнить, потому что даже те же чемпионаты мира и Европы, которые ты проходишь за границей, то дома это было душевно, это было более спокойно, но в то же время и эмоционально, потому что ты понимал, что игры проводятся дома, ты не должен упасть лицом в грязь. Так как все было сделано на высшем уровне, мы должны были показать результат такой, как проводились игры. В соревнованиях байдарок четверок у женщин на дистанции 500 метров Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук финишировали вторыми. Значительную часть дистанции белорусский квартет лидировал. Однако на финиш лучше накатили спортсменки из Венгрии, которые в результате и вырвали тяжелейшую победу. Европейские игры прошли более чем успешно для нашей команды, я бы сказала. Организация была на высочайшем уровне, начиная от Олимпийской деревни до нашего объекта. То есть были учтены все наши пожелания, было создано все условия для спортсменов, чтобы они приехали, чувствовали себя как дома и смогли показывать достойный результат. Запомнилась, что взяли медаль. Да нет, вообще игры были на высоком уровне, все понравилось вплоть начиная от Олимпийской деревни до нашего грибного канала. Как бы все были созданы условия, все считай для нас было. Во-первых, то, что уже европейские игры в Беларуси, мне кажется, это сильно мы высокую планку поставили. И я думаю, что не то, что думаю, все спортсмены говорили, ходили, насколько здесь очень хорошо, хорошая атмосфера, хорошая еда, хорошая организация. Поэтому я думаю, что всем все понравилось, и мне в том числе. Кстати, Ольга Худенко и Маргарита Махнева учились в одной хоникской школе. Плюс вместе с Надеждой Попок они втроем выпускницы Мозырского филиала Гомельского государственного училища Олимпийского резерва. Местные тренеры выдают потрясающие результаты. За 21 год существования филиала его воспитанники завоевали две сотни наград на европейских мировых первенствах и олимпиадах. Треть из них – золотые. Маргарита Махнева, может, еще в силу того, что стала мамой в прошлом году, не успела вернуть, была ее кондиция, ей было далековато до медали. Но во всех остальных номерах программы мы выглядели достойно. Конечно, мне очень жаль четверку, что чуть-чуть не доехала, уступили буквально на самом финише венгерскому экипажу. И двойка 200 у нас попала буквально в штормовую погоду, и вода у них была невыгодная к выступлениям. В общем, я доволен. Хотя, скажу, если были бы другие погодные условия, вполне возможно, что мы бы выступили еще лучше. Сейчас сборная «Погребли» на Байдарках находится в Гомере. Кстати, девочки – воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва «Погребли» на Байдарках и Каное. Здесь их поздравляли с победами и высокими достижениями на вторых европейских играх. Сборная Беларуси «Погребли» на Байдарках и Каное на этой Европеаде подтвердила свой высокий класс. Всего она принесла 10 наград. В активе белорусской команды 5 золотых, медалей 2 серебра и 3 бронзы. На протяжении 10 дней наша команда уверенно удерживала вторую строку медального зачета. Белорусы завоевали 69 наград, 24 из которых золотые. Только гомельчане принесли в общую копилку 20 медалей. Для Беларуси это было время ярких побед. С вами была программа «Больше чем спорт». Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова